Приветствую вас, и вы знаете, в общем и целом вашего текста с 100% очевидностью вытекает один факт, что вам важно, чтобы близкие люди, вам важно, чтобы родственники относились к ВМХ. Хорошо. Если этого не происходит, то вы начинаете чувствовать себя, ну, скажем так, не очень хорошо, да? Вот. И, соответственно, мне думается так, что в своей истории вы склонны игнорировать факт совершения своего выбора. То есть, смотрите. Когда мы познакомились с моим мужем, у нас всё было отлично. Здесь идёт некоторое слияние, потому что вы не можете говорить, что всё было отлично за мужа. Вы можете говорить, что всё отлично, например, ну, только за себя. Вы можете говорить за себя, вы не можете говорить за мужа. Это очень важный момент здесь. Вы не можете отвечать за мужа, вы не можете, ну, как бы, говорить за него, да? Да, вы не можете говорить за вас за Бога. Вы можете говорить только за себя. То есть, здесь первый момент, первый звоночек. Мы. Никаких «мы» в таком смысле не существует. Дальше. Потом он познакомил меня с своей семьёй, и вроде как я им понравился. Вот второй момент. Какой-какая разница, понравились вы им, не понравились вы им, жить-то вам всё равно с вашим мужем, а не с ними, да? Правда, это немного странно звучит, с учётом того, как всё, как всё дальше образовалось, но тем не менее. То есть, какая вам разница, понравились вы им или нет? Дальше. Его сестра сидела и время пыталась, наверное, вы хотели написать, поставить себя выше меня. Ну, да ещё. Допустим. У сестры есть свои проблемы. Ладно. Не клеятся отношения, она была там три раза в браке, да? Не получила. Бывало. Окей. Ну, как вас, получается, задевает то, что она пыталась вас, пыталась поставить себя выше вас, и задевает ли? Вот что важно. Понимаете? Ну, пыталась, и пыталась, ну, ну, хотела поставить себя выше, ну, хотела. Вам-то что? Непонятно. Если вас это как-то задело, или задело, или задевало, да? Допустим. Опять же, допустим. Если вас это задевало. Окей. Тогда нужно уже работать с этим. Заработать с тем, что вас эта ситуация задевала, что вам эта, эта ситуация неприятна. Что вы, вы, например, ну, допустим, допустим, и так не очень в себе, в себе уверены, да? Потому что хотите-хотите понравиться семье мужа. Вот. То есть вам и так важно мнение мужа, да? М-эм, мнение... М-м, мнение семьи мужа, простите. М-м, мнение семьи мужа. Вам и так важно мнение семьи мужа. А тут... эээ... Сестра пытается вас принизить. И естественно, естественно, что вас это, ну, может, как-то, вот... ээээ... момент важный в чём, что изначально у вас есть некоторые трудности. Изначально. Понимаете, изначально у вас есть некоторые проблемы. И получается так, что эти проблемы, опять же, вами не решаются. Не решаются от слова совсем, к сожалению. Почему не решаются, это вопрос, да, это как бы, ну, с чем связано, то, что не решаются эти проблемы, да, ну, как бы, почему вы выбираете не решать эти проблемы свои. Дальше. Мы с Мужем жили сначала отдельно на самой квартире, иногда как он постоянно начал уезжать с командировки длительно, его родители предложили переехать к ним, чтобы я одна там не жила. И вот здесь важный момент. Муж начал уезжать в длительные командировки. Могли ли вы ездить с ним? Могли ли вы занимать себя чем-то? Почему родители вашего мужа, почему, почему родители вашего мужа озаботились? Тем, чтобы вы не жили одна, чтобы вы не были одна. Важный ли это момент, а вот, имеет смысл, имеет смысл подумать как раз таки, насколько это важный момент, на сколько это важный момент, важный ли этот момент для вас, и как вы воспринимаете его, этот момент. Потому что родители, родители, ну, откровенно вмешиваются в вашу личную жизнь. И если вам, например, действительно одно и жить там было тяжело, неприятно и болезненно, это одно, тогда это вопрос цены, которую вы, ну, грубо говоря, платите, это вопрос цены, которую вы платите за то, что вам помогли, например, от одиночества уйти, допустим, это вопрос именно вот, что цены. Ну, если у вас все было хорошо, если у вас все было здорово, то вы, ну, для чего соглашались? Вот, ну, соглашались, образно говоря, не перестать быть одной, перестать жить. Вот, в чем момент важный здесь. Знаете, какая штука? Дальше. Вы ожидали что? Что сетра к вам свое отношение изменит. Вы ожидали чего, что сетра будет к вам по-другому относиться? Вы этого ожидали? В итоге родители его приехали, остались мы жить за ловкой. У меня вопрос, опять же. Вот вы сами, а сами, а чего хотите, вот вы сами, ну, вообще, по жизни, чего хотите, чем вы, там, например, по жизни, допустим, занимаетесь, что вы вообще по жизни делаете? Стремитесь ли вы по жизни куда-нибудь, да, делаете ли вы что-то? Потому что, пока, пока что, создается такое впечатление, у меня создается такое впечатление, что, ну, как бы, что полностью вы зависимы от мужа, что полностью вы зависимы от других людей, что, может быть, вы тяготитесь, эм, сами с собой. Вот это вот. А, ну, просто вот вас тяготит. А, ну, например, ну, например, отдельным, допустим, проживанием, да, что, ну, с мужем, например, 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 ой, без мужа, простите. Вот. Ну, так у этого же. У этого. Должны быть основания. Понимаете? Вот. В какой момент. Дальше. Вы пишите. А, вроде поначалу все было нормально. Что значит нормально? Потом она стала такой нежной, я делаю все не так, как надо. Я, я поначалу думал, ну, ладно, может, у нее гормоны, я тогда так она не замужем хотя бы, ладно, там, три раза. Эм, то есть вы склонны обоценивать человека и, при этом, почему-то жалуетесь к мужу. Вас это как-то все, как-то надевает. Эм, давайте постараемся. Постараемся. Вы должны что-то понять. Эм, как конкретно вас это заделает? Чем конкретно вас это заделает? Ну, говорит она, эээ там, что, вы не делаете все так, как надо. Да, ну и что дальше, то есть и что, вас это как задевает, а вас это задевает, очевидно, и вас это задевает настолько, что вы сядете к своему мужу, вот, и требуете от него, чтобы он был на вашей стороне. Я думаю, что в том числе вы ставите его перед выбором, то есть, ну, перед выбором, либо ты, либо она, вот, конечно, ну, я бы не сказал, что это такая вот позитивная история. Дальше. Так, мы же, мы же далеко, мы же далеко им постоянно, он как бы на моей стороне как бы не мог, и вместо мы этого постоянно стали ругаться, мне говорили, что я стал другой. Ну, опять же, а ответственность, вот, ваша здесь какая, и есть ли она эта ответственность? То есть, ну, есть ответ, например, за то, что вы ругаетесь. То есть, ну, вы же, в какой-то степени, вы же, в какой-то степени, получается, вносите какой-то вклад в то, что ругаетесь. Ага, ну, берете ли вы личную ответственность за это, даете ли вы себе отчет в том, что происходит, и почему, и как это происходит. Ну, вот. Ну, и опять же, не совсем здесь понятно. А, согласны ли вы с тем, например, что, ну, вот, что муж говорит, что вы стали другой? Или нет? Да, то есть, вот, вы говорите, что я стал ему там лишний раз ничего не говорить. Почему? Ну, почему вы стараетесь ему лишний раз ничего не говорить? Ну, опять же, с чем это связано? Дальше. Так, у меня уже сил нет все это терпеть. Что это значит? Я думаю, что нужно обратно разводить, пусть найдут ему ту жену, которая будет идеальной для нее. Вот здесь, на мой взгляд, вы проявляете, ну, я бы сказал, ревность. То есть, я бы сказал, сказал, что вы как будто бы ревнуете его, вы ревнуете его, как будто бы, ну, как будто бы конкурируете, с, ну, с ней. Может быть, ну, может быть, боретесь с ней, я вот не знаю, но в любом случае это нужно, это нужно в любом случае поиследовать, потому что, на мой взгляд, вот, на мой взгляд, ну, проблема здесь именно в том, что вы, вот, в первую очередь, как бы чувствуете себя не уверен, что вы не уверены в себе. И странно, впрочем, вас, ну, может быть, подавляет в какой-то степени, вот. То есть, ну, подтверждает вам, вот, то, что вы в себе не уверены, например. Да? Ну, допустим, допустим, такая, может быть, ситуация. Вот. И у вас, у вас вот чувствуется такая какая-то, может быть, да, может быть, злость на то, что вот я не могу там, соответственно, с каким-то требованием, вот я, допустим, я пытаюсь, я пытаюсь, но я не могу, просто пусть они уже найдут ему тоже, ну, как интересно. То есть, есть ощущение, что вы хотите выйти, выйти, как бы, из этой конкуренции, да, вот. Вот. Которая вас текает текает, есть, возможно. Ну, как бы, тут вопрос в том, как бы, что, ну, что вы хотите делать. То есть, ну, нужно что-то решать, вот, нужно принимать какое-то решение вам. А что-то мне подсказывает, что решение вы, приятно, не хотите, вам проще выйти из игры, нет, вы можете это сделать. Вопрос заключается в том, решит ли это ваши проблемы. Вот. И лично я думаю, что нет. Лично я думаю, что, ну, что, вашу проблему это не решит. Вот. Лично я так думаю, конечно. Дело ваше, как выбирать, да, дело ваше, что делать, но, для меня ситуация, она выглядит вот таким образом, я какой-то комментарий постала создать. А, мне считают, что на родителей, просто собрать, что родители тоже раньше ко мне нормально относились, сейчас как бы в глаза, ну, за глаза другие, как за глаза другое. Ну, чем это, чем это задевает, опять же, момент, какой, чем это задевает, конкретно. Вот, вот, что меня, ну, больше интересует. То есть, вот этот момент, постарайтесь, ну, поисследовать, что, как это у вас чисто вызывает, как это, это вот, вас, ну, может быть, напрягает и так далее. Вот. То есть, ну, мне кажется, кажется, что здесь очень важно найти ответы, ответы на эти вопросы, потому что, ну, мне, мне кажется, что это ощущение, да, что вы довольно, вот, как бы, поверхностно здесь, смотрите на эту ситуацию, вот, а, как бы, не до конца даже понимаю, какой помощь вы, а, какую помощь вы хотите получить от, ну, психолога, собственно говоря, вот, а это очень важно, чтобы вы, а, значит, сформулировали запрос, вот, такой вот, ну, такой вот момент, 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 но есть ощущение, что вы как будто, а, ну, не живете своей жизнью, а, как бы, момент, а, это достаточно важно, чтобы вы считали своей жизнью, чтобы вы следовали своим, своим, ну, своим целям, да, своим, своим, как бы, задачам, да, своим идеалам, своим стремлениям и требованиям, вот, а вы этого, соответственно, соответственно, не делаете, и, есть ощущение, что это делает вас чрезвычайно зависимым, и отсюда, конечно, неудовлетворенность, злость и так далее, вот, то, что вы знаете, мы уже, мне кажется, мне кажется, что, я всех тонкостей не знаю, но мне кажется, что это игнорирование, в данном случае, выбор, ну, то есть, вот, того выбора, который, который вы сделали, вот, когда, например, решали переезжать к его родителям, вот, мне кажется, что, у вас очень много, очень много противоречий, вот, эти противоречия нужно решить, вот, в этом вам будет помочь психолог. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго вам, удачи, и желаю вам, чтобы ситуация была разрешена.